Добрейшего всем утра от Моники, от меня и от нашего всего двора. Собрала клубнику, это наша, ну можно сказать первая клубника, это клейри. В прошлом году я ее посадила весной, в прошлом году был маленький урожай, а этот урожай уже более-менее похож на клейри. Крупная, сладкая, очень вкусная клубника, она мне очень нравится. Сейчас покажу, несколько штук в руку положу, чтобы вы тоже понимали, какого размера клубничная. Такая тухенькая, спелая, сладкая. Вот такая, вот еще одну возьму в руку, и будет три штучки в ладошку. Крупненькая клейри, так что похвасталась. Не похвасталась, а просто как такая рекомендация. Как сорт очень-очень даже удачный. А это мои розы, уже полностью практически распустились, еще немножечко бутонов есть. Ну, а так уже полностью распустилась моя роза. Жалко, что не пахнет. Вот эта роза не пахнет. Вот такой вот у нас уголочек во дворе. Честно говоря, очень хорошо, что мы повесили сетку. Хоть небольшое такое ограждение соседей, и тихий, спокойный уголочек у нас во дворе получился. Поэтому минимальными средствами, если нужно отгородиться от соседей, вот вам, пожалуйста, лайфхак. Сетка у нас в два слоя, самая максимальная плотность сетки, в два слоя, и очень даже неплохо получилось. Это мои розочки и Моника. Моника всегда со мной, всегда моя главная помощница. Где-то были коты, но они заняты своими делами. Единственное, как бы, ну, минус-не-минус этой розы, что она цветет один раз весной, второго раза она уже не даст цветков в этом году. Поэтому наслаждаемся красотой клубникой и розами. Наслаждаемся красотой и солнечным теплым утром. Друзья, что вы думаете? Показала вам розы, показала клубнику, и через какое-то время у нас упала ветка абрикос. Крупная, огромная ветка зашелестела и упала. Ничего не предвещало беды. Вот так вот ветра нет. Ветер был раньше, целый месяц были у нас жуткие ветра, и она была на месте. А сейчас тихий, спокойный день, и упала ветка. Барсик сам не ожидал. Барсик в шоке. И я, в принципе, тоже. Жалко, конечно. Жалко. Большая ветка. И, кстати, на этой ветке больше всего абрикос было завязалось. Еще две большие ветки есть. Но это, конечно, была самая большая. Ну, самая такая урожайная. Вот такая вот у нас. Вот такая у нас приключение. Такое приключение у нас сегодняшнего дня. Жалко, но ничего не поделаешь. Вот они, абрикосины. Абрикос много, очень много завязалось. И ветки, конечно же, не выдержало. Они начали спеть, тяжелеть. И под весом этим всем ветка сломалась. А, честно говоря, мы ее, по большому счету, лет семь не обрезали эту абрикосу. Не подрезали весной. Оно незачем было, потому что она с 2018 года не плодоносила. Плодов вообще не было. Признаков вообще не было. И мы уже решили, пускай это дерево будет у нас для тени. Неплохую тень дает. И мы решили его оставить для тени. Каждый год тут прирост веток был большой. Мы их не подрезали. Ну, а в этом году непредвиденно завязались плоды. После завязи плодов мы, естественно, тоже не полезли ее обрезать. Потому что дерево старое, высокое. Нечем толком ее достать, те ветки. Некогда толком обрезать. Ну, и решили так. На самотек, можно так сказать. Растет и растет. А оказалась вот такая вот история. Дерево не выдержало. И мы понесли утраты. Вот сейчас нужно будет эту ветку спилять. И вон дусик. Дусичка. Помощник наш. И, в общем, эту ветку утилизировать. Древесину, конечно же, мы используем на шашлыки, на мангал. Ну, а все листья нужно будет в пакеты выбросить в мусор. Вот такой дусик у нас. Вот такое вот наше сегодняшнее утро. Всем доброе утро. И пускай это будет самая большая неприятность, которая может вообще произойти. Вот так вот. Дусик доволен. Доволен и счастлив. А это, кстати, моя клэри. Клубника клэри, которую я только-только собрала. Тут немножко есть, но она зелененькая. Может быть, я ее завтра уже буду собирать. Разная. Но в основном крупная. В основном ягода крупная. Красивая. А главное, что она транспортабельная. Тугенькая такая ягода. Причем сладкая. Так что вот это моя клэри. Другой сорт садила. И Азию, и Альбу. Почему-то не получилось. Хотя рекомендации говорили, что она очень вкусная. Но у меня не получилось. Это роза. Чайная роза. Очень она ароматная. И пионы тоже. Аромат стоит. Вы себе не можете представить, какой у меня в саду аромат. Вот пионы, чайная роза. В общем, шикарно. Шикарно. Просто вам не передать этого сказочного, волшебного аромата. Вот эти, интересно, розовые пионы самые ароматные. У меня еще куст таких бледно-розово-желтых. Он тоже очень ароматный. Вот он. Только-только начинает цвести. Первый пиончик. Чуть позже я вам его покажу, как будет цвести. А это Феликс в пионах. Феликс в пионах. Я в прошлом году показывала этот куст. Шикарный. Как он цветет. Это просто сказка. Огромный. Но, правда, тут у меня два куста вместе. И вот такой вот интересный цвет. Поближе. Внутри желтый. По бокам розовый. Еще жучок здесь. Бутоны боковые я не обрезаю специально. Потому что центральный цветок сейчас отсветет. А потом будут цвести бутоны. И у меня будет более длительное цветение. Вот такая красота. Пока в этом году розы посадила. Они маленькие еще. Не цветут. Но пару бутончиков у них есть. Поэтому у меня император сада. Это пион. Вот такие вот у меня Феликс. Вот такие вот изменения у нас в нашем саду. Жалко, конечно, эту ветку. Мы уже частично ее подрезали. Обрезаем веточки маленькие. Складываем в мусорные мешки. Дело кропотливое. Такое. Долгое. Конечно, работы прибавилось. И абрикосы жалко. Столько урожая. Боже мой, у нас столько обварения было. Я не знаю. Но не судьба. Не судьба. Да, если бы мы вовремя как-то сообразили его подпереть, эти ветки. Но не сообразили, видите. Поэтому мы лишились. Ветка сломалась. Тонкая веточка. На ней очень много было навязано плодов урожая. И вот потихонечку мы это все обрезаем. И, короче, наводим порядки. А это барсик нам активно помогает. Обрывает абрикосины зеленые и бросает их на землю. Помогает нам расчищать территорию. Ай, вот упавшие ветки. Ну, вот так вот мы ее нарезаем и выбрасываем. Ну, а что делать? Жалко. Конечно, жалко. Ну, вот такая вот у нас сегодня непредвиденная работа случилась. Вообще, в частном доме всегда что-то случается непредвиденное. Вроде планируешь одно, но случаются всегда дополнительные какие-то нюансы. Думаешь, одну работу сделать, но в итоге сделаешь еще что-то по ходу. Все, расчистили мы территорию. Барсик доволен и счастлив, что ему можно спокойно гулять. Это моя роза цветет. Ой, как она красиво цветет. Вам даже какой-то сюрреализм. Орет сирена, у соседей играет музыка, продолжается жизнь. И не верится, что на самом деле все это происходит с нами в нашей жизни. Какой-то сюрреализм. Играет музыка и орет сирена. Обалдеть просто. Вырвала ромашку. Сейчас надо будет ее пособирать. Все цветочки пособирать. И будет ромашковый чай. Хотя пьем мы его крайне редко. Зимой. Но, коль есть ромашка, значит надо ее довести до ума. Все, успокоилась сирена. Это хорошо. Вот такой вот наш сад. Слышно, наверное, вам на заднем плане, как играет музыка. Немножко посадила помидорок. Они уже у меня начали цвести. Вот такой вот наш небольшой сад. Там тоже в парничке немножко помидорок посадила. Вот. А это новая абрикоса. В этом году посадила. Одна. И в конце, вон где белая этикетка, вторая. Две абрикосы посадила. Это американский и французский сорт. Очень-очень рекомендовали. Мэджик кот и... Как он там? Пин кот. Пин кот. Вот так. Взамен нашей большущей старой абрикосе. Я думаю, что со временем мы ее все-таки уберем. Вот такие вот наши дела. Пионы раскрываются на глазах. На глазах. Просто снимала видео. Начала вам снимать утром. Сейчас уже ближе к вечеру. Смотрите, как они распускаются. Очень быстро. Очень быстро. О, это моя роза. Роза королева Швеции. Красавица какая. Такой маленький саженец. Малипусечка такая. Может не надо было ей давать свести. В этом году только-только посадила. Но она у меня цветет. И очень красиво. Мне вообще-то, честно говоря, хотелось посмотреть. Ну, того ли сорта. Мне прислали розу. Оказывается, того. Все хорошо. Все хорошо. Я вспомнила, откуда эта музыка играет. Это у нас недалеко школа находится. И это дети готовятся к выпускному. И там играет музыка. И они, наверное, на улице репетируют свой танец на последний звонок. Хотя у нас обучение как бы онлайн. По домам все сидят. Но все-таки, видите, для выпускников сделали небольшое исключение. И детки хотя бы встретятся. Какой-то будет у них торжественная линейка. Или, я не знаю, вручение аттестатов. А по окончании школы. Ну, и небольшая такая, наверное, какой-то вот торжественный момент с танцем и с вальсом все-таки будет. Поэтому у нас звучит музыка. И, к сожалению, сирена. Вот такая вот история нашей Украины. Украинские будни. Все. Всем желаю мирного дня. Спокойного. Тихого. И чтобы у всех все было хорошо. Чтобы все были счастливы. Спасибо.